МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня выпуски. Поезд к отправлению готов. Разрешите стройку в путь. С Карагандинского вокзала отправился первый поезд восстановленного маршрута Караганда-Жисказган. Это стало возможным благодаря усилиям областных властей. Посади дерево, вырасти лес. Всех жителей Карагандинской области призывают принять участие во всеказахстанском дне посадки леса. 21 апреля организаторы намерены высадить десятки тысяч саженцев. В Караганде прошел 22-й областной конкурс молодых исполнителей Жасканат-2018. В течение двух дней 28 участников радовали карагандинского зрителя своими яркими выступлениями. Карагандинский суд отозвал лицензию у анестезиолога, которая сделала смертельный укол двухлетнему Семену Арзамасову. Специалист не сможет практиковать, пока не завершится следствие. Кроме того, в ходе проверки были выявлены нарушения и других врачей. Члены комиссии также установили, что анестезиолог применила психотропное вещество. Однако администрация частной стоматологической клиники, где в конце февраля произошла трагедия, не знают, откуда врач взяла этот препарат. Ведь в Казахстане он даже не зарегистрирован. Как выяснилось, нелегальное лекарство специалист с 32-летним стажем хранило в личном шкафу. На балансе клиники оно не числилось. Также выяснилось, что в последнем случае вообще можно было обойтись местным наркозом. Из экспертизы также следует, что имела место передозировка. Теперь к ответственности могут привлечь и стоматолога, который работал в паре с анестезиологом. Со стороны анестезиолога стало известно, что она использовала препараты незаконно. Данное лекарство давать детям до 3 лет противопоказано. Кроме того, врач применила еще один препарат, который также детям до 16 лет использовать нельзя. Напомним, что в 2016 году при подобных обстоятельствах скончалась 13-летняя пациентка, этого же анестезиолога. Однако в комиссии две эти трагедии пока никак не связывают. Но не исключено, что карьера врача на этом может закончиться. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов встретился с главой митрополитчьего округа русской православной церкви в Казахстане митрополитом Александром. Встреча состоялась в рамках визита митрополита в Карагандинскую область, где он возглавит торжества, посвященные преподобному Севастьяну, карагандинскому небесному покровителю Казахстана. Торжества, посвященные памяти преподобного Севастьяна Карагандинского, имеют большое значение не только для православных христиан Карагандинской области, но и для всех жителей региона. Об этом сказал Аким области Ерлан Кушанов, приветствую гостей, среди которых также епископ Карагандинский Шахтинский Севастьян. В истории нашего города отец Севастьян занимает особое место. И мы признательны вам за то, что вы приехали разделить этот день памяти с нами, с жителями Караганды, с нашими земляками. Пользуясь случаем, сердечно хотел бы поздравить епископа Севастьяна с Днем Ангела. Желаю вам благополучия, успехов, служения. Глава региона также отметил особую важность межконфессионального согласия на Карагандинской земле. Особое место Русская Православная Церковь занимает в решении многих социальных проблем. Православные парки священнослужители привлекали к работе в медицинских учреждениях. Представители церкви на постоянной основе проводят беседы с женщинами, которые пытаются прервать беременность или отказаться от новорожденных. Эта практика показывает свою эффективность, и мы хотели бы и надеемся продолжить эту совместную работу с вами. Глава Русской Православной Церкви в Казахстане митрополит Александр высоко оценил работу по духовному возрождению и межрегиональному согласию в Карагандинской области. Он отметил, насколько высока вера в жителях нашего региона. В Караганде ситуация добрая, хорошая. Пресвященный Севастьян, наш именинник сегодняшний, владыка докладывает о тех проектах. Вы уже их вслух произнесли, озвучили о том, как и государство, и церковь вместе служат своему народу, людям, которые живут на этой земле. Сегодня для нас большой праздник. Я хочу вас поблагодарить за поздравления. В завершении встречи Акимобласти Ерлан Кушанов и митрополит Александр обменялись памятными сувенирами. И в этот же день, 19 апреля, глава Русской Православной Церкви в Казахстане возглавил праздничную божественную литургию во Введенском кафедральном соборе Караганды. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области вновь начал курсировать поезд Караганда-Жисказган. Первые пассажиры отправились в путь с Карагандинского вокзала 18 апреля ровно в 20.00. Новый поезд будет ходить почетным дням. Вместе с руководителями области первых пассажиров в Жисказган проводила и наша съемочная группа. До 2017 года поезд Караганда-Жисказган ходил через день попеременно с поездом Астана-Жисказган. В 2018 столичный поезд стал курсировать ежедневно, из-за чего отдельный рейс из Караганды отменили. Во время рабочей поездки Акима Карагандинской области и Ирлана Кошанова местные жители не раз просили восстановить железнодорожный маршрут. После согласования со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с депутатами Маслихата, маршрут был восстановлен. Ежегодно будет выделяться 256 миллионов из областного бюджета. Мы будем покрывать убытки пассажироперевозчика. Данный поезд состоит из шести вагонов, два пласткарта, а три пласткарта, два купе и один общий вагон. И курсирование будет через день. Мы заключили договор на 10 лет. Естественно, ежегодно мы будем выходить с бюджетной заявкой и будем субсидировать данный маршрут. Как уже было сказано, в составе нового поезда шесть вагонов. Два купейных, три плацкартных и один общий. Все они оснащены системой кондиционирования воздуха. Поскольку маршрут этот социальный, то и цены на билеты ниже на 20%, заявляют перевозчики. Так, билет в вагон-купе стоит около 3200 тенге. В плацкарт чуть больше 2000. В общий вагон – 1238 тенге. В одну сторону поезд ходит около 14 часов. В дальнейшем мы рассматриваем сокращение этих станций и увеличение скорости. А также хотим при договоренности Акиматом Караганинской области ежедневно пускать. Если мы достигнем, конечно. На сегодняшний день данный поезд почетным днем месяца будет курсировать. Поезд к отправлению готов. Разрешите тронуться в путь. Символичный удар, стационный колокол, традиционное шашу и первый поезд восстановленного маршрута Караганда-Жесказган отправился в путь. Уже через 14 часов первые пассажиры прибыли в пункт назначения. В национальной кампании Казахстан ТМР Жолы также заявили, что на майские праздники будут запущены дополнительные поезда. Мирамгуль Салкимбаева, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Национальная акция «Всеказахстанский день посадки леса» в этом году стартует 21 апреля. Всех неравнодушных жителей Карагандинской области призывают в этот день присоединиться к акции и посадить дерево. В областном управлении природными ресурсами в преддверии акции провели специальный брифинг. Так называемая «зеленая эстафета» была объявлена 4 года назад по инициативе Фонда земли «Устойчивое развитие». Это пока еще молодой экологический праздник в нашей стране. Но организаторы надеются, что он обретет народную популярность. И со временем у каждого гражданина страны появится свое посаженное дерево. И вырастут собственные леса. Цель акции – это не только возрождение наших лесов, но и чтобы привлечь внимание общественности к вопросам сохранения наших зеленых насаждений. И чтобы общественность также принимала участие в данных акциях. Из года в год растет как количество участников акции, так и количество высаживания насаждений. Если в 2014 году, допустим, по Карагандецкой области было высажено порядка 20 тысяч насаждений и принимали в них участие порядка 20 тысяч добровольцев, то уже в прошлом году количество высаживаний насаждений достигло 301 тысяч. Это в населенных пунктах. И количество участников достигло до 400 тысяч человек. Уже известно, что в Караганде, в Центральном парке культуры и отдыха, будет высажено более тысячи саженцев лиственных и хвойных пород. Планируются также посадки деревьев в парке имени «Десятилетия независимости Казахстана» в сквере за кинотеатром имени Ленина. Массовая посадка деревьев предстоит и в промышленных городах области Тимиртау-Балхаше. Высаживать в основном будут березу, липу, клен и сосну. То есть те породы, которые легче приживаются в нашем климате. Кроме тех деревьев, которые мы сажаем, есть общественные организации, которые проявляют инициативу и высаживают. У них бывают не специалисты, подход у них другой. Посадочный материал бывает некачественный. В связи с этим приживаемость умешается. А те деревья, которые в рамках нашего, то есть где мы сами сажаем, все полностью ухаживаем, а на приживаемость мы достигаем до 90%. Потому что сами поливаем, подход к посадочному материалу, скому, чтобы ком хороший был. Все это вещи мы следим и у нас приживаемость достигаем до 90%. В бюджете городов и районов заложены средства на озеленение в рамках программы благоустройства. Но приветствуется и народная инициатива. Саженцы лучше приобретать в местных питомниках. При необходимости добровольцам помогут специалисты. Они проведут инструктаж, как правильно посадить дерево и затем за ним ухаживать. Всего в нынешнем году планируется высадить выше 1 миллиона саженцев на площади 420 гектаров. Основной территорией посадки определены города-спутники Сарань и Шахтинск. 21 апреля пройдет всеказахстанский день посадки леса. Власти призывают каждого жителя области принять участие в этой акции. Андрей Теншал, Карл Трунбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Лично проведет прием пациентов. Избавит от головной боли, мигрени, шума в ушах, межпозвонковой грыжи. Уберет причины хондроза, сколиоза. Использует уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок 365-00. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас. 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Более 200 нарушений трудового законодательства работодателями выявили инспекторы по труду Карагандинской области. Особое внимание уделяется вопросам правильности и своевременности выплаты заработной платы. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникации сообщил руководитель управления по инспекции труда Конатпек Болсариев. 295 проверок с начала года провели инспекторы по труду на предприятиях Карагандинской области. Особое внимание уделялось вопросам правильности и своевременности выплаты заработной платы. За допущенные нарушения на работодателей наложено 25 административных штрафов на общую сумму свыше 5 миллионов тенге. Ну, по залогу с заработной платы у нас, который имеет более трудность, это филиал российской фирмы, как автодрук, корпорация автодрук, это предприятие общества, который осуществлял работу по обслуживанию объектов вооруженного Российской Федерации с расширенством. Еще одной задачей инспекторов является контроль за соблюдением безопасности труда. К сожалению, в нынешнем году не удалось избежать несчастных случаев со смертельным исходом. В адрес управления с начала года поступило более 800 обращений. В ходе проверок выявлено 205 нарушений трудового законодательства. Из общего числа нарушений по трудовым отношениям 194 нарушения, по безопасности и охране труда – 11. Полицейские Карагандинской области обеспокоены ростом количества дорожно-транспортных происшествий на загородных трассах. За 4 месяца года на территории области зарегистрировано 94 ДТП. 34 погибли и 11 получили ранения. На 4 дня объявлена операция трасса. С 19 по 21 апреля на территории Карагандинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие трасса. Его главная цель – повышение транспортной дисциплины среди водителей и снижение количества дорожно-транспортных происшествий. В первом квартале этого года в регионе произошло 94 дорожно-транспортных происшествий. 15 из них на автодорогах республиканского значения. Именно на загородных трассах погиб 21 человек, 23 получили травмы. Буквально недавно было крупное ДТП на территории Бухожаловского района, где целая погибла семья, то есть 5 человек. К сожалению, там были и несовершеннолетние дети, которые находились в автомашине, они при этом не имели детских удерживающих устройств, не имели бустеров и детских кресел. В связи с этим, значит, нами было принято решение, согласно анализа, провести УПН-трассу для того, чтобы улучшить транспортную дисциплину среди участников дорожного движения. На период проведения оперативного мероприятия сотрудники дорожно-патрульной полиции и участковые инспектора в сельской местности будут переведены на усиленный вариант несения службы. В ночное время патрули будут усилены нарядами СОБР. Наши водители нашей области и те водители, которые едут транзитом через нашу область, видели, что у нас на сегодняшний день сотрудники дорожно-патрульной полиции не идут службу. И при этом, чтобы завтра не было никаких доразумений, мы каждому сотруднику раздали непосредственно план, непосредственно план расстановку, телефоны, телефоны доверия, контактный телефон первых руководителей, если какие-то вопросы или жалобы на сотрудников дорожно-патрульной полиции поступают, чтобы они незамедлительно могли спросить план, телефон первого руководителя и обратиться напрямую по телефону, если есть какие-то жалобы. Кроме того, в период проведения операции трасса будут организованы мероприятия по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта и в особенности такси. Гульнур Жакен, Андрей Теншал, Каралтымбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде состоялся 22-й областной конкурс молодых исполнителей и ведущих шоу-программ «Жасканат-2018». В течение двух дней 28 участников радовали членов жюри и карагандинского зрителя своими яркими выступлениями. На сцене Дворца культуры Горняков весь вечер звучали чарующие голоса. Талантливая молодежь со всей области собралась для участия в областном конкурсе «Жасканат». В этом году за призовые места в традиционном конкурсе боролись 28 человек, 20 певцов и 8 ведущих. Организаторы отмечают, что «Жасканат» является не только праздником слуха, но и значимым событием для культурной жизни региона. Это помогает не только выявить талантливых ребят, но это и помогает развивать культуру вообще нашей области. Я, например, в жюри нахожусь этого конкурса, нашего регионального, уже не первый год. И за это время достаточно большое количество музыкальных, поющих ребят и ведущих, кстати, это конкурсы ведущих тоже, но только молодых исполнителей, выявилось, скажем так, за эти годы. Многих из них я уже встречаю на мероприятиях. У каждого из 28 участников огромный опыт за плечами. К примеру, Нурлад Конасбай стал обладателем гран-при на конкурсе «До Стардауса» в городе Сатпаев. На конкурсе «Жасканат» Нурлад подготовил песню Батархана Шукенова. Молодой исполнитель уверен, что участие в данном конкурсе подарит ему ценный опыт. Конкурс «Жасканат» является школой искусств для таких молодых исполнителей, как мы, потому что этот конкурс стал отправной точкой для многих талантливых людей, которые впоследствии прославились. Я впервые участвую в «Жасканате», но не раз выступал на других конкурсах областного, республиканского и международного масштабов. Выступление участников оценивало жюри, в состав которого вошли именитые певцы и композиторы. Один из них – финалист проекта «Суперстар КИЗ», а также лауреат первой степени конкурса «Жасканат-2001» Роман Ким. Певец отметил, что с каждым годом конкурс меняется, и это не может не радовать. Начнем с того, что с каждым годом в любом случае конкурс сам меняется в лучшую сторону, добавляются какие-то определенные номинации для обсуждения. То есть в плане того, что если это было в 2001 году, честно сказать, я не знаю, как оно было. Почему? Потому что это было очень давно. Но на сегодняшний день я уже второй раз сижу в жюри, и даже сегодня смотрю, не уменьшается количество участников, потом определенные параметры добавляются, как судить, на что смотреть, на что обращать внимание и так далее. Конкурс проходил в два этапа. В первом туре участники исполняли песни, посвященные столице, так как традиционный конкурс приурочен к 20-летию Астаны. Тохжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Геннадий Головкин в своем твиттер официально объявил о бое, который состоится 5 мая на арене в пригороде Лос-Анджелеса. Соперником непобежденного казахстанского боксера станет американец армянского происхождения Ванес Мартиросян. По данным аналитиков, Головкин будет защищать три из своих четырех титулов чемпиона мира. На профессиональном ринге соперник Геннадия Головкина провел 40 боев. Из них 36 выиграл, три поединка проиграл и один свел в ничью. Последний бой Мартиросян провел 21 мая 2016 года, когда в реванше единогласным решением проиграл кубинскому боксеру. Изначально Головкин планировал 5 мая провести в Лас-Вегасе второй бой против Сауля Альвареса, однако мексиканец после двух проваленных допинг-тестов отказался от поединка. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Волгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова